Я вас приветствую, друзья! С вами Боляр и на ваших экранах весьма, наверное, необычный и впервые на моей памяти встречается мне такой реплей. В чем заключается эта необычность, я вам, конечно, сейчас не буду со старта говорить, вы все посмотрите. Может быть, этот реплей будет, ну, не прям, да, топовый-топовый, но поверьте, он очень интересный и в какой-то мере даже загадочный. Ну, я надеюсь, что он для вас сейчас загадочный, потому что я вам не раскрыл все карты. У нас ванилогла Мэтт Рейдж. Да, Рейдж играет ванилоглажником и против него Эксель, который сыграет Китай-танкедры, друзья. То есть китаец против глажника, достаточно уже популярная карта. Два сапа у каждого игрока есть, грубо говоря, на мейне. Мейн, конечно, здесь находится, но вот самый близкий сап, в общем, со старта в два ресурсника можно идти. И в центре раскиданы коробочки. Кстати, поехал, посмотрите, уже сапплтраком в центр давить. Оу, как хорошо! Встречается с подрывниками сапплтрак. И есть на карте одна вышечка. Также есть... Нет, нету. Перепутал немножко с другой карты, больше ничего нету, да. Только одна вышечка для перехвата. А, нет, нет, все-таки есть, есть, есть нефтепрерабатывающий завод, который дает скидочку на юниты. Ну что, уверенно у нас рейдж захватывает центр, ставит норочку поближе, занимает здание. И, в принципе, если очень сильно наглеет, то можно и суплай влепить. Но посмотрим. Пошли уже первые драконы от Экселя. Сжигается подрывничок. В принципе, Китай, ну, как сказать, стандарт. Два сапа и один завод. Стандарт, два сапа, два завода. Вот он строится, второй завод. Вот, причем строится приближенно к своему первому заводу. Интересно, да? А как здесь защищаться? Чисто одними минками? Ну, окей. Пошли в путь свои... Пошли в путь драконы. Сразу встречает техничка с ракетчиками. Причем очень классно принимает. Посмотрите, рейдж. И можно забрать, проскаповать уже с техничку. Да, да, да. Классно. Нет каркаса, мне дает Эксель скраповать техничку. Молодец, грамотно. И уже в центре третий сап от глажника. Да, так оно и есть. И пошли скорпы, между прочим. Пока без апгрейда на ракеты. Так, интересно, норочка. Будет ли у нас дворец? Потому что рейджу, в принципе, играя в три ресурсника, можно переходить ей в дворец. Так, все та же техничка. Но здесь, слушайте, уже хороший спам гатлов. Также есть дракончик. И саполтраки убираются. Не заминировал суплай. А вот здесь как раз-таки очень даже открытая местность. Можно и дозер забрать, можно и саполтраки забрать. Главное, конечно, не напарываться на минке. Минус бульдозер. Опять же скрапом закрывает хороший Эксель. И в расход пошли саполтраки. И, наверное, нужно их убирать. Почему-то сверху саполтраки контролил китайца. Снизу как-то не очень. Сейчас может два лишиться. Нет, нет, уезжает техничка с ракетчиками. Без потерь пока рейдж. Хорош. И уже дворец. Да, в технологии пошел глад. Также выучил апгрейд на скорпы, ракеты. И, знаете, в таком бы случае, наверное, не помешало бы технологии китайцу. Центр пропаганды. Потому что Глашник может пойти и в батлбасы. А против батлбасов, ну... Окей, можно и без пропаганды. Можно пойти в Эйр. Но что-то нужно выбрать, да? То есть Эйр, Мигис, Напалму имели пропаганду ЕЦМочки. Потому что дворец от Гла... Причем дворец быстрый. Потому что Глашнику позволили играть в третий сап со старта. И все та же техничка. Уже двухлучковая. Ну, рейдж прям, конечно, на высочайшем контроле. Молодец. И уже побежал на перехват, посмотрите. Пока, правда, перехват не вучен. Но норочка как раз ставится под эту позицию. Интересно. И неужели пошел китаец в центр? Наконец-таки казарма ставится. Да, да, да. Пошел действовать Эксель. Молодец. Ай, и ракетчики в дом садятся. Дракончик-то подключить надо, не? Нет, не подключай. Дракончик-эксель немножко уснул. У меня такое ощущение. И как в наглую скорпу. Ну, дракон, кстати, вырубить попробовать. Достроился, посмотрите, дворец. Так. И небольшой затишки. То есть, знаете, Эксель боится прям вот в грубую, в наглую пойти. Хотя можно было продавить этот дом. Там всего лишь сидит один ракетчик. Что в нем такого? Ну, два окей. Ну, вот этой техникой продавить изи можно. Ну, пошли драконы. Вообще бунтилица. Посмотрите, как Эксель, да? Высаживает. Ну, вот теперь нужно сравниться с глажником, мне кажется, в экономике. И влепить в центре супла китайцу. Потому что глаз, память, скорпу все больше и больше. Юнитов все больше и больше. Строится второй завод. Строится уже команда центра. И бомбовозы, посмотрите. Ну, не всегда, знаете, в игре профессионалов увидишь бомбовозы. Интересно. Они очень мало юзаются, но, как по мне, они, как бы, достаточно эффективны. Причем они могут применять маскировку, да? Под какие-либо юниты. Вот в чем весь прикол-то. Ну, окей. Спам у китайца большой. Опять же, один дозер есть. Ох, подрыв был. Посмотрите, электростанция. И ракетчики приезжали. Опять же, есть один дозер. Им, конечно, отстроить бы пропаганду. Так, ну хорошо. БМы в центре разбирают. Посмотрите. Просто на Изи Скорпион отлетают. Да, и, в принципе, центр подчищается. Все ближе и ближе. Посмотрите, китайцы подходят к супла и угла. У углашника юнитов не так много. И почему-то бомбовозы стоят на месте пока что. И посмотрите, что... Интересно. Прямо речь как-то издевательски решил что-то придумать. Потому что, ну... Не просто так копят пачку бомбовозов, да? Интересно, что ждет Экселя. Возможно, в этом все и хранится тайна. Интересно, что ждет Экселя. Может быть, какая-то эпик победа от Гла. Может быть, эпик провал. Но... Филд уже. Филд. Пошел китаец. Да, и причем как-то странно повел их туда-сюда. Зачем бомбовозы складируются здесь? Ну ладно, ждем. О, Джармин действует уже по пехоте. И вырублен один дракончик. Окей. Пока вроде бы ничего. Вроде бы и Глаз стартанул хорошо. Но вложился очень экономически в эти бомбовозы. И, блин... Как-то по спаму немножко сейчас упускает китаец. По спаму упускает китаец. Китаец вообще может сейчас, в принципе, обнаглеть. Тупо пойти в центр, разрушить дома. Разрушить эти норы. И выбить суплай. Все. Ух, какая спачка. Грейт уже есть. На бомбовозы и поперли. Посмотрите, сколько бомбовозов. Так. Интересно. И в чем фишка-то их? Окей. Пачка бомбовозов от рейджа. Она стоит на месте. Нет бы там, не знаю, поехать на базу, что ли. База не особо прям защищена. Но есть миги. Посмотрите, есть миги. И третий сап от китаеца в центр. Да. Для Глаза это все проблемнее. Причем еще и напалмы есть. Посмотрите. Ну все. Поехали наши бомбы, друзья. Все проапились. Причем проапились именно в этой точке. В чем фишка апа в этой точке? Ну ладно. Так. Миги работают. Жармен чудом выживает. И чего-то опасается все-таки. Как по мне, Эксель чего-то опасается. Дозер нужно отводить. Дозер единственный. Нельзя здесь оставлять его. Ну, СОБ Рэйдж как-то притих, знаете. И никаких активных вылазок нету. Ну вот поехали бомбовозы. Смотрим. Интересно. Дойдут ли они до базы. Данные юниты. Ох, а китайцы-то пошел в центр пушить. Посмотрите. Встали бомбовозы. Интересно. И знаете, как мне кажется, Глашник сейчас потихонечку просто потеряет центр такими темпами. Просто... У-у-у-у-у. Вот это прикол. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Просто чудо бомбовозы поехали, друзья. А вы как думали? Вот такая маскировка бомбовозов. Прям вместе с водой корабли. Ха-ха-ха-ха. По мосту. Да, ведь именно в этом и заключалась. Вся история этого реплея. Ребят, на моих глазах, ну просто впервые в жизни я такое вижу. Ха-ха-ха-ха. Тупо маскировка под корабли. Это... Блин, в оригинальных генералах просто... Ну, только так можно увидеть судно. Реально. Потому что это птичь какая-то. Посмотрите, как они встали. Ха-ха-ха-ха. Красиво. Причем под ним еще вода разливается. Как будто они в море находятся. Боже. Это такой прикол. Просто... А-а-а. Все взрывается. Ха-ха-ха. Это просто чудо какое-то. Потому что... Сколько я играю в генералов. Чего только не видел. Но такого я не видел. Что ты подвозишь сюда бомбовозы. Здесь их апишь. И у тебя получается маскировка в виде кораблей. Ну, блин. Это просто жесть какая-то. Вы только представьте сейчас, как обидно. Эксель. Это такая интересная победа от глав. Вроде бы ничего не... Ну, почему говорю победа? Потому что весь мейн просто уничтожен. Мне кажется, что, ну... Если, в принципе, вот этой пачкой пройти пропушить базу, окей. Тут победа у китая. Но если сейчас чудо не сотворится, то просто это... Это вроде бы эпичная, да, ситуация. С другой стороны, она и смешная очень. Потому что рейдж, который столько тянул. Наспамил бомбовозов. Превратил их просто в корабли в зерохоур. И пошел, выбил, по земле доплыл. Выбил все здания своему оппоненту. Но это, конечно, эпично. Такое превращение в воплощение я еще не видал, ребят. Я не знаю. Оставляйте свое мнение в комментариях. Видели ли вы подобное? Или, может быть, юзали? Просто для меня это впервые. Я вот решил вам это показать. Это реально был угар полнейший. Я юзал судно только в различных модах. Но уж точно не в генералах оригинальных я это видел. Интересно. Но не сдается пока эксель. Не сдается. Да и отстраиваться, слушайте. Да нет. Еще далеко не гг. Что-то я поспешил. Вроде бы ситуация смешная. Но пока не победная. И слайд толпа юзается от рейджа. Посмотрите, да? Интересно. Будут ли у нас еще? Кораблики-то. И посмотрите, какая вторичная экономика активная. Ну, рейдж прямо нафлуатил. Пока бомбооз апил, да? Рейдж просто нафлуатил. Жестко юзается. Очень классно сейчас. Толпа злая. С апгрейдами на калаши. Минус дозер. Но есть командный центр. И слушайте, на пути командник. Просто сейчас снести китайцу. Команник хорошо. Арт удар пошел от экселя. Но есть еще. Техника, да. И не получится так просто здесь справиться. Хотя, злая толпа очень много танков выбила. Интересно. Ох, ну все. Уже пошел более-менее адекватный спам рейдж. Адекватный. Это относительно того, что мы сейчас видели, да, с вами. В стиле плавающих ребят на суше. Но это реально было интересно. И посмотрите, Хеликс. Готовится от китайца. Так. Ну перебирает здесь китайские войска, конечно. Еще в миксовочку со злой толпой. Конечно, это вообще на изи заходит. Рейдж просто на опыте. Ну, знаете, это чисто рок-пулг игра. Потому что, мне кажется, рейдж просто поиздевался над экселем. Показал ему... Ну, я не знаю, баг это не баг. Возможно, просто карта. Потому что такая, она дает возможность так маскироваться, да. Но минус команды центр, дозер еще есть. Но просто парофлил знатно рейдж над экселем. Просто парофлил. Это, блин. Я не знаю, как это еще назвать. Но это жестко. Да, и слушайте. Разгребает центр сейчас глажник. Хотя, суплай еще добывает. Но вот по технике теперь одни гатлы и хеликс. Ну, очень хорошая вторичная экономика от рейджа. Посмотрите. Ну, с другой стороны, как сказать. Да, как бы есть пять черных рынков. С другой стороны, ресурсников уже нет основных. Вот что вся... Ой. Эта минка такая была прикольная. Ну, красиво. И опять же, Джармин действует. Да! Эксель. Я просто даже не знаю. Мне интересно, что игроки писали в чат, когда они реально играли эту игру. Ха-ха. Ну, это очень смешно. Это было прям... Для меня это впервые. Поэтому я решил вам показать. Классно. Классно. Ну, добывает, посмотрите, с центра рейдж. Бегут рабы. Так, хелик подчинится. Да. Ну, слушайте, особо как-то не шихуют китайцы юнитами. Причем, отстроил, да? Здесь уплай уже все. То есть, в два сапа китайцы работает. Экономика есть, но вторички никакой. И теперь выпад, посмотрите, справа. Уже, можно сказать, на китайскую базу основную. Правда, здесь один ресурсник. Всего лишь издается, Эксель. Ну, просто все понимает. Понимает, что знатно поиздевался о рейдж. И понимает, что, в принципе, просто оттягивает свое поражение. Ребят, ну, оставляйте свои мнения в комментариях. Мне интересно очень реально послушать ваше мнение. Потому что, блин, ну, это было весело. Также не забывайте подписываться, конечно же, на канал. И ставите лайк, кусики за кораблики. Вот. И не забывайте про группу ВКонтакте и Дискорд канал. А я с вами не прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok